В нижнем городе трудовой доблести Тагиле, около дома на улице Зари 8 и часу пополудни, то есть по времени была уже очень сильно не Заря, 18-летний пацан сбил на зебре двухлетнего пацана. Декорация такая. И юноша со стажем руления всего полгода и 20 нарушениями ПДД за плечами катился по Зари на сине-черной ладе приоре 2009 года выпуска. Возле восьмого дома, поперек дороги проложена зебра, украшенная светофором. В тот момент, когда Приора подкатила к пешеходнику, на зебру, на зеленый, вышагнул двухлетний малец, ну естественно в сопровождении бабушки. По словам Приора Вода, на Зари его ослепило солнце, и он не увидел пешеходов. При этом он, видимо, не увидел и красный, горящий ему. В итоге Приора успешно объехала бабушку и снесла двухлетнего паренька, который, судя по всему, вырвался из-под бабушкиной опеки на самом опасном участке пути, на дороге. Ну да винить двухлетнего малышоныша не приходится, какой с него спрос. А вот бабушка-то да, прозевала, не усмотрела. И даже с учетом того, что шли пешие на зеленый, и формально их вины нет, но все же бабушка виновата. И хорошо, что малыш остался жив, а как бы она в противном случае посмотрела бы в глаза его родителей, своих детей. В 13.10 водитель автомашины Влада Приора, 2005 года рождения, следуя по улице Зари со стороны проспекта Вагоностроителей, в сторону проспекта Ленинградский, допустил наезд на пешехода, переходящего в проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, ребенок 2021 года рождения, получил травму, госпитализирован в больницу города Нижний Тагил. Казалось бы, ребенок шел с бабушкой посредь бела дня по зебре на зеленый и все равно покорячился и угодил в детскую центральную больницу Нижнего Тагила. А все потому, что автомобиль это источник повышенной опасности, и за его рулем может всякое случиться. Смерть, инфаркт, инсульт, сахар скакнул, уснул, ну или вот как на зари ослепило. Потому пешеходы и должны в своих же интересах замереть на тротуаре и убедиться, что их точно все пропускают, и только после этого выходить на проезжую часть. Хотелось бы еще раз напомнить водителям правила проезда пешеходного перехода. При подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, и в случае появления какой-либо помехи необходимо будет остановиться.